15 дворов предстоит благоустроить в этом году. В план по реконструкции традиционно входят расширение парковочного пространства, создание или реконструкция детских и спортивных площадок, замена дорожного покрытия. В зависимости от двора выполняются дополнительные работы по улучшению придомовых территорий. Плановое благоустройство дошло и до Петровского проезда, что в Росторгуевской части города видны через несколько дней. У жителей дома 27 во дворе появится новая детская площадка с резиновым покрытием, парковочное пространство, новое дорожное покрытие, а также современная спортивная площадка и плановое озеленение. Реконструкции своего двора жители Росторгуева ждали долгие годы. Спортивная площадка успела прийти в негодность. Дорога и вовсе больше напоминала минное поле. Особенно благоустройство рады мамы с колясками. У меня ребенок растет, поэтому особенно площадкой я очень довольна, что вот все на конец дороги. В общем, довольны. Помимо всего прочего, здесь будут переноситься столбы освещения так, чтобы удобно было парковать автотранспорт. Но не все люди за такие перемены. Жители дома 22 по тому же Петровскому проезду переживают за сохранность зеленых насаждений, которые, как они предполагают, будут вырублены ради парковки. Жители собрали петицию, хотят узнать судьбу этих деревьев. То есть для нас они очень важны. А в принципе благоустройство, которое сейчас делается, оно предпочитает машины, чем людей. Любые изменения всегда согласовывались и будут согласовываться с жителями. Это принцип работы администрации Ленинского района. Только после полного согласия людей с планом реконструкции своего двора будет выполняться какое-либо благоустройство. Порадоваться за соседей и посмотреть на ухоженную территорию во двор дома 27 пришла Светлана Верьянова, которая проживает на первом футбольном проезде. Их улица находится в удручающем состоянии. Яма на яме. Женщина мечтает, чтобы реконструкция дошла и до них. Я очень, я всегда радуюсь за то, чтобы везде было красиво, благоустроено. Просто просьба. Мы с советских времен ни разу не ремонтировали дорогу. Надеемся, что просьба Светланы Ивановны будет услышана, даже если этой улицы нет в проекте планового благоустройства на 2016 год. Юлия Погосян, Владимир Рубежонов, Елена Коршелева, Видное ТВ.